Вот обратите внимание, самую большую ошибку, которую делают грибоводы при посадке. Вот посмотрите, порвали пакет, а теперь посмотрите, обратите внимание на перчатки. Ясно, мы это работаем с землей, все грязное. Потом, после того, когда выкладывают мицелий в ямку, начинают шмулить вот этими еще перчатками грязными, перебирать каждое зерно. Вот этого делать не надо. Надо, ну допустим, как есть уже есть, вот разобрали вот это все дело, и делаем внесение мицелия. Вот видите, формально чисто на глаз, грамм 300, ну вот где-то так. Вот так вот, и вот так вот, отлично. А вот этот кулечек мы себе отставим в сторону, до остальных движений. И сейчас, после этого, легким движением руки, давай я легким движением руки. Все сделано абсолютно технически правильно. Можно сесть, сесть, кстати, вот для, вот, всем весом, уплотняем, уплотняем вот это все дело. Да, вот таким вот образом. Пенечки у нас свежие, пару дней назад, так что ничего. Так, делаем еще раз, повторяем вот это все. Так вот, о, отлично. Мицелия им так ничего не касались, ничего не заражали. Вот. Уплотняем. Нужно, чтобы мицелий уплотнел. Так, и теперь такое. Давай. О, и смотри, что творим, что творим. Вот, чтобы земля не касалась вот этого мицелия. Ну, это было бы вообще отлично. Ну, это будет предостаточно все. Вот. И землю из лунки просто заворачиваю вот это все дело. Вот таким вот образом. Ну, сначала обрастет вот это то зерно, что мы на низ положили. Ну, первое урожай, скорее всего, получается из того мицелия, который заложен под пенек. Они обычно начинают рядышком там с бревном расти из земли. Но это еще урожай не из древесины. Из древесины он появится где-то через пол. А тут какие штаммы будут? Будут по 8. Вот. В одном месте при одних и тех же условиях мы делаем посадку разных штаммов. Будет показательно. Разета, да? Да. То есть, если мы их посадим в другом месте, в другом месте. Тупинамбур. Земляная груша. Ммм. Классно. Ну, конечно, ничего нету. Вот. Найденный случайный топинамбур. Тоже пойдет. Вот смотрите, как занимательно это все дело происходит. Если диаметра не хватает большого, то можно поставить вот так вот два вместе. Очень важный момент, чтобы вы знали. Мицелий сам по себе. Он древесину, вот в штамп, он не врастает. Он врастает именно вот эту рыхлую клетчатку, которая находится между древесиной и корой. Вот здесь его любимое место. Если вы ходите за грибами, то его хорошо знаете. Вот лежит какое-то бревно. Копнул его ногой. Когда карась летает, и под ней видно хороший, красивый рисунок белого мицелия, который растет под корой. Вот именно в этом месте и будет распределяться сам мицелий. Здесь он врастает. В первую очередь. Поэтому, если вы планируете посадку засверливанием, то засверливать нет смысла его по центру бить здесь дырку. Лучше ее сделать по периметру. Вот в этом месте. И здесь смотрите, как видно. Хорошо. Вот береза. Наступила весна. Пошел сок. Да, она вот здесь мокрая. Тут чуть подсохла. Хорошо видно, как идет жидкость. Вода. Относительно того, каким... Каким боком ее садить. То есть, в сторону сокутека. Против сокутека. Ну, мне кажется, это бред полнейший. Абсолютно там мицелию по барабану. В какую сторону сок там будет направляться вверх или вниз. Дело все в том, что он будет прорастать вот в этом месте. Вот этой рыхлой клетчатки. Здесь он будет распространяться и осваивать вот эту древесину. Ну и вот такое. Вот здесь мы посадили два пенечка вместе. А в дальнейшем там есть еще... Маленькие можно... Да. Тонкие ветки. Там скорее всего по 4-5 штук будем садить одновременно. Весна. Да, Валетий. Да, в да. Вот это я. А если его сделать... Семешок. И так. Ага. Решай самую. Давай, вперёд. Вперёд. Восемь. А ты принес это в розы. Вон. О. Вперёд. 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 Так, снимай, снимай. О. Трубовка. Вперёд. 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 Ну, я думаю, так не буде. Красиво. Ракурс. Ракурс. Так. Вспоминь. Вперёд. Ракурс. Вперёд. 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 Так. Наступно. Да нет. Так, начи тут будет один, но тут еще один будет, да? Не махай камеру. Не махай. Тримай статично. Камера не кадил. Просто тримаешь. Если ты хочешь сняти перспективу, вы герасеньку ее переводишь. Ой, какая красота. Покажи нашу. Не дергай. Не дергай. Елочка красивая. У нас живоплит. Ага, ты хочешь елку показать. Так. Живоплит. Красота. И обратно. Судебно. Все, и не трясай камеру. Показательно. Показательно. Вот. Вот. Можно сказать, женское дело. Наталья. Это.